Здравствуйте, мои дорогие зрители! Меня зовут Ирина и вы на моем канале. Сегодня ровно неделя, как вот эти вот орхидейки из мусорки находятся у меня дома, и я пытаюсь их реанимировать. Для меня это немножечко необычная реанимация, потому что в большинстве случаев я пересаживаю орхидейки, я применяю несколько препаратов, отдельно фунгицидные, отдельно стимулирующие, и уже по этой схеме я действую и выхаживаю орхидейки. Но здесь получилась другая история. Меня попросили протестировать новый препарат, который идет и лечащий, и стимулирующий от Эйва Грин, и попросили не трогать орхидеи. Вот как они есть, вот так вот их обработать, собственно, и ждать результата. Сейчас, спустя неделю, я хочу вам их показать, и кое-какие все-таки вмешательства с моей стороны будут. Первое, о чем я хотела сказать, конечно же, эти орхидеи я сразу обработала от вредителей, без этого никуда, потому что если орхидеи из мусорки принести и не обработать от вредителей, можно заразить всю свою коллекцию вообще не пойми чем, да, там и трипсы, и подуры, и клещи. Ну, в общем, весь набор может быть потом на вашей коллекции. Поэтому обязательно обработка от вредителей. Что я еще сделала? Так как препарат мне сказали применять по корням, я пролила препаратом. Но я вот, знаете, так смотрю, что у двух орхидей корней вообще нету, поэтому думаю, что эффективность препарата, она снижается практически до нуля, потому что нечем орхидеи впитать этот препарат. Да, возможно, грунт улучшится, он как-то там продезинфицируется, да. Все-таки препарат настроен на то, чтобы останавливать эту гниль, вот эту вот, да, бактериальную микрофлору, вот, да, грунт, может быть, и станет лучше, но так как питаться орхидеи нечем, смысла, собственно, в реанимации особого нет. Поэтому сегодня я хочу сделать обработку именно по листу и посмотреть на реакцию орхидеи. Да, смотреть спокойно я на них не могу, мне очень хочется им помочь, поэтому, да, вот сейчас будут дополнительные обработки. Но спустя неделю я хочу сказать, что все-таки результаты я вижу. Вы, кстати, вот, посмотрев на них, можете написать, да, видите ли вы какой-либо результат у этих растений, что-то изменилось или нет. Я сейчас специально разверну камеру и покажу вам их поподробнее. Да, вы можете вернуться на то недельное видео и как раз-таки посмотреть, как выглядели эти орхидеи и хотя бы что-то, да, вот, поменялось у них или нет. Собственно, давайте разворачивать камеру и рассматривать этих красоток и, собственно, да, проводить с ними дальше реанимационные работы. Вот вы пишите свои комментарии, да, видите ли вы результаты. Я расскажу о своих наблюдениях. Во-первых, все-таки, да, вот у этой орхидеи, конечно, все печально. По-моему, у нее здесь ничего не изменилось и еще и проявилось, вот видите, черное пятно, которое сейчас я буду также зачищать с помощью отрывания листа. Вот прям при вас я сейчас возьму, разорву листик пополам. Это самое правильное, да, как вот удалять листья орхидеи. Это разорвать его пополам и растянуть его в разные стороны. Сняк, собственно, вместе с чешуйкой его и с вот этим вот черным пятнышком. Так, я надеюсь, все хорошо видно. Вот, придерживаю орхидею, она вся шатается, ей нечем там держаться. Ну и, собственно, черное пятно нужно еще и сейчас зачищать. Часть ушла вместе с листиком, да, а часть вот еще осталась. Сейчас буду его все-таки пытаться выковырнуть оттуда, чтобы шейка была чистая. Вот так вот выглядит эта орхидея, но особо без изменений. Это именно та, у которой были все-таки желтые бутончики. Следующая орхидейка, у нее такие, знаете, недлинные листики. Вот, и у нее вот можно по бирочке определить, что это та же самая орхидея. И посмотрите, что вот она вытворяет. Вот здесь, конечно же, явно видно, что в моих условиях ей очень понравилось. И препарат ей тоже показался вкусным. Потому что, смотрите, вот черные корни пробудились, раскуклились и начали расти. И листик, вот он. Смотрите, какая красота. По-моему, с этой стороны тоже. Да, вот еще корешочек, видите. Раскуклился и листочек пошел расти. Напоминаю, что любая реанимация, вообще орхидейки, даже если они доходяшки, они должны стоять под хорошим освещением. У любой реанимашки должно быть освещение рассеянное больше 12 часов. Причем мы досвечиваем именно в днем. Вот, например, с 8 утра до 10 вечера. В ночь мы выключаем освещение. Это очень важно, потому что многие пренебрегают этим советом, реанимируют орхидеи без какой-то досветки. Ставят орхидеи в темный угол, потому что они невзрачненькие, и не хочется их как-то показывать, чтобы они стояли на виду. И запихивают их в дальний угол, и потом удивляются, почему орхидея пропала. Нет, такие орхидеи-реанимашки нужно ставить на самое лучшее место, я так скажу, на самое хорошо освещаемое. И вот, увидите такой же результат. Так, ну вот, я считаю, да, у этой орхидеи, конечно, результат очень хороший. Я не скажу, что у нее восстановился тургор. Нет, листики, по-моему, как были, так и остались. Но явные признаки того, что ей все нравится, это корни и листочек. А вот у следующего экземпляра, я у нее особо, конечно, там ни листика не вижу ничего, но у нее тургор стал лучше. Это однозначно, листья стали плотнее, просто они сами, вы знаете, такие вот все поломанные какие-то в разные стороны. Вот видите, напополам разорванный листик. Поэтому у нее тургор восстановился, но как-то особо, да, вот этого не видно, потому что она сама какая-то вся кривенькая. Но вот листья очень стали плотные такие, хорошие. Я думаю, что я даже их возьму сейчас как-нибудь, зафиксирую к держателю, чтобы они более или менее выпрямились. И когда будет расти новый лист, он их выпрямит, да, и они уже будут правильно вот как бы вот так разваливаться. Но листья однозначно стали плотнее. Но у этой орхидеи и корни есть, поэтому, естественно, было с чего, чем питаться, да, и наполнять листики свои. И еще вот последняя получается орхидея фаленопсис, у нас остается еще бульбовая. И у нее тоже тургор точно улучшился, потому что ее листочки были вот так вот прям сложены. Вот сейчас я так не могу сложить, как они были, потому что если я сейчас нажму, он хрустнет, да, сломается, не буду. Вот, она раскрыла свои листики, да, и она уже как бы, ну, похожа на более или менее хорошенькую орхидейку. Потому что, да, прошло мало времени у нее лично, я не вижу, да, пока ни корней, ни листиков, только вот гнилые корни. Но то, что тургор улучшился, это факт. У ил бульбовой, да, пока так вот прям по ней сложно понять вообще нравится и не нравится, и что у нее происходит. Потому что, по-моему, у нее и ростик вот здесь вот отгнил. В общем, с ней сложнее. Мне проще ориентироваться, конечно, по фаленопсисам. И сейчас, что я хочу сделать, как я уже сказала, те орхидеи, у которых нет вообще корней, они сгнившие, им очень сложно напитаться. Поэтому я попытаюсь этим препаратом обработать их по листу. И вообще, к этому методу прибегаю всегда, ну, со стимулирующим или с противогрибковым препаратом. Если у орхидеи нет тургора, да, и способ побогатить орхидею влагой именно через лист. Это всегда работает, в принципе, с большинством препаратов. Первым делом я, конечно же, попытаюсь все-таки зачистить вот эту вот гниль. Хотя, да, меня просили ничего не трогать, но я не могу. Так, я надеюсь, будет видно. Поковыряю здесь чуть-чуть и все-таки, наверное, капну перекиси. Вот, там вроде бы все такое жестенькое, знаете, не хлюпает, не гниет. Может быть, даже на этом гниле остановится. В общем, зачищаю до живой ткани, чтобы черноты не было. Надеюсь, она не так глубоко, как была у моей орхидеи Арксрей. Капну чуть-чуть все-таки перекиси, вот так вот, чтобы все прошипело, продезинфицировалось. Теперь я приготовлю растворчик, пока там все дезинфицируется, шипит, я приготовлю раствор для реанимации. Здесь у меня получается именно новый препарат. Как я уже сказала, он и лечащий, он и стимулирующий. Он идет миллилитр на литр. Его еще купить невозможно, но удобрения от Ava Green уже есть на сайте. Я их также тестировала, и моим орхидейкам они понравились. Я вот добавляю миллилитр на литр. Удобрения довольно-таки бюджетные, поэтому ссылочку я оставлю вам в описании. Кому интересно, переходите, смотрите, заказывайте. Кому неинтересно, собственно, не переходите и не заказывайте. А я буду сделать обработку. Я взяла вот такие вот салфеточки, и я буду прям листочки обматывать, да, смоченные в этом растворе. Вот, рассмачиваю прям хорошенечко, немного, чтобы не текло, отжимаю. И прям заматываю листики этим красотком. Собственно, вот таким вот способом. Оставлять так буду до полного высыхания. Обматываю я так, чтобы салфетка была и с нижней стороны, вот так, листочка, и с верхней, чтобы впитала по полной. Вот таким вот способом буду сегодня обрабатывать орхидейки. Можно, конечно, замотать еще и шеечку, но сейчас субстрат еще довольно-таки, знаете, влажненький, поэтому я решила, что заматывать шейку не буду. А именно вот таким вот способом обмотаю листья. Препарат будет поступать орхидеей именно через листочки. И так проделаю со всеми орхидейками. Смачиваю и заматываю листики. Вот таким вот способом. Тут, конечно, листья подлиннее, но ничего страшного. Главное, чтобы салфетка соприкасалась и создавалась влажность, и орхидея будет, собственно, это все впитывать. До полного высыхания, и потом эти салфетки я сниму. И все. Отжимаем, чтобы салфетки не текло. Таким образом, да, орхидея будет в таком, получается, одеялке с препаратом. Но ни в какие пазухи, нигде вода не попадет. Не бойтесь, никакого дозаражения там, никакой гнили от этого точно не будет. Тем более, сейчас еще и достаточно жарко. Вот, чтобы соприкасалось. Так. Вот так. Красота. Двух орхидей достаточно хорошо просох субстрат. Я буквально вот так вот чуть-чуть, прям капелюшечку пролью, смочив сверху грунт. Все. Также немножечко смочу и бульбовый грунт. Вот, совсем немножко. Ну вот, в принципе, и все, что я хотела сегодня сделать с этими орхидейками. Будем дальше наблюдать, смотреть. Я вам покажу их еще через неделю. Но я посмотрю, если будут какие-то результаты, я вам их через неделю покажу. Если нет, то через уже пару недель. Вот, когда уже будет явный прогресс. Или в худшую сторону, или в лучшую сторону. Если замечу какую-то бурную реакцию, и, да, орхидеи проявят себя очень активно, естественно, видео выйдет раньше. Если нет, то, как бы, естественно, позже. Но в любом случае, эти орхидеи будут на канале, да, и про них будут еще сниматься видео. Не в зависимости от того, какой будет результат, плохой или хороший, я вам их обязательно покажу. Но на этом сейчас я уже видео буду заканчивать. Я думаю, сегодняшней обработки для них будет достаточно. Все, что нужно, они впитают сейчас через салфетки. Салфетки, конечно, можно было бы опрыскать, но так как сейчас довольно-таки на балконе жарко, еще и работает вентилятор, очень быстро просыхают орхидеи. А мне нужен именно вот этот эффект, чтобы они подольше, да, попитались, подольше насытились препаратом и влагой. Поэтому, да, выбрала салфетки. Точно так же можно было бы использовать ватки. И на канале у меня были такие видео, когда мне нужно было простимулировать рост корней. Я смачивала ватки в стимуляторе и прикладывала прямо к шейке. Но здесь, опять же, немного другая ситуация. Я сейчас хочу именно восстановить тургор. Я сейчас хочу именно, чтобы они пролечились, а потом уже можно стимулировать корни. И, возможно, уже следующую обработку я как раз-таки и буду прикладывать ватки к шейке, дабы простимулировать им рост корней. Но пока на этом все, мои дорогие. Эти орхидеи из мусорки пока живы. Ну и три из них прямо показывают довольно-таки хорошие результаты. Две, конечно же, можно сказать, в плачевном состоянии. Но посмотрим, что будет дальше. Кому интересна история, да, продолжение истории этих орхидей, обязательно подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. И не пропускайте новых видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok